Всем большой привет! Сегодня хочу вместе с вами приготовить вкусные котлетки. Для котлеток нам понадобится фарш. У меня 550 грамм фарш свинина и говядина. Я добавляю в фарш вот так вот чайную ложку соли, одну, ну и половиночку, скажем так, полторы ложки чайных соли. Также я добавлю приправу хмели-сунели, мне очень нравится. Вы можете любую свою приправу, которая нравится вам, на ваш вкус добавлять. Так, смотрите, добавляю чайную ложку тоже. И также сейчас я еще добавлю сюда одно крупное куриное яйцо. Так, и еще добавим два зубчика вот таких вот чеснока, довольно-таки крупненьких. Я их натру на мелкую терку. Можно продавить их через пресс, как пожелаете. И потом, конечно же, все хорошенечко вымешиваем наш фарш. Я еще решила в наши котлетки добавить, у меня вот есть такая приправа, ну не приправа, здесь смесь перцев, черный, красный, белый, зеленый перец, как бы чуть-чуть морская соль. Короче, добавляем по вкусу, по желанию, также можно перчик добавить. Сейчас фарш наш пусть немножко постоит, скажем так, наберется ароматов, запахов. Я буду займусь морковью и луком. Значит, лук я нарезаю, можно нарезать полукольцами, можно четверть кольцами. Морковь я натру на крупную терку. И слегка обжарим на, хотите на сливочном масле, хотите на подсолнечном масле. Это уже по желанию каждого, но на небольшом количестве. Единственное, что пока будет обжариваться наша морковь и лук до полуготовности, мы постоянно помешиваем, чтобы оно ничего у нас не пригорело, не прихватилось. Ну что ж, на дно формы, в которой мы будем запекать наши котлетки, я немножко выложила обжаренного до полуготовности лук с морковочкой. И сейчас я вот уже заготовила котлетки. Сейчас я в эту форму, сюда наверх, выкладываю наши котлетки. Оставшийся лучок с морковочкой я вылаживаю наверх на наши котлетки. Сейчас я буду готовить заливку для наших котлеток. Значит, беру, как обычно, 2 столовые ложки майонеза, 2 столовые ложки сметаны и вот такую универсальную приправу, либо любую универсальную приправу, либо можно куриный бульон, какой угодно взять. И добавляю сюда же. Также сюда добавляю 100 грамм еще водички тепленькой. Вот так вот у меня это все получилось. Сейчас я отправляю, как всегда, в разогретую духовку на 180 градусов на минут 40-50, может быть, час. Во-первых, буду смотреть по готовности. И также смотреть, когда практически выкипет весь наш вот эта вот, вся наша вот эта заливка. И тогда, я думаю, что уже, в принципе, можно будет говорить, что наши котлетки будут готовы. Ну что ж, отправляем их в духовочку. Ну что ж, вот такие котлетки у нас получились. Очень вкусные, ароматные.